В Армении оштрафовали российскую военную базу Дюмри. Армянские СМИ связывают штраф с недовольством в Ереване недавней встречи посла России в Армении Сергея Копыркина с находящимся под следствием экс-президентом республики Робертом Кочарином. Ситуация в российско-армянских отношениях продолжает быть далеко не позитивной. На днях все те же армянские СМИ сообщили о том, что Сергей Лавров на встрече в Словакии с главой МИД Армении Зограбом Мнаца Коняном якобы передал Еревану условия Москвы до октябрьской поездки Владимира Путина в Армению на заседание Высшего Евразийского Совета Экономического Союза освободить экс-президента республики Роберта Кочарина, иначе продолжающиеся переговоры о скидке на газ могут оказаться для Еревана бессмысленными. Более того, Москва подумывает с нового года повысить цену на газ для Армении. Как передает Азиас со ссылкой на портал Москва-Баку, эксперт Российского Совета по международным делам. Алексей Фенинг между тем считает, что подобные действия очень хорошо вписываются в нынешний курс армянской политики. Во-первых, Армения уже 16 лет проводит курс сближения с НАТО. Я подчеркиваю 16. И теперь при пашине недвижений курса на сотрудничество только ускорилось. Во-вторых, будем называть вещи своими именами Армения по сути заблокировала работу ОДКБ. Страны-члены ОДКБ договорились о том, что с 2020 года будет назначен новый генсек организации. То есть по сути договорились на когда-то там, на будущее. А по факту из оппозиции Армении уже почти год в ОДКБ нет реально действующего четкого руководства. То, что существует исполняющий обязанности генсека это не считается. Представляете, на минуточку, это как если бы Голландия заблокировала избрание нового генсека НАТО и в течение нескольких лет исполнять обязанности генсека стал американский генерал. Я думаю, что в этом случае уже давно бы говорили об абсолютном кризисе НАТО. У нынешнего армянского руководства задача постепенно выдавит российскую базу из Гюмри. Я думаю, политически Армения будет стремиться именно к этому. Поэтому Запад и поддерживает нынешнюю армянскую власть, чтобы создавать трудности для российского военного присутствия. Пашинин все время говорит, что нет, Армения и Россия союзники, что мы с Россией, мы в ЕАЭС. Но напомню, Шварнадзе тоже говорил в подобном же ключе, что он за сотрудничество с Россией. Ну и что? При этом он проводил последовательный курс на сближение с США. На Западе хорошо понимают нельзя сразу поставить во главе Армении жестко антироссийского лидера. Поэтому они поставили Пашняна, который рассматривается ими как переходная фигура. На Западе действует по так называемому окну Авертона, постепенно расширяя возможности. Сначала они поддерживали Сержа Сарксяна с его политикой балансирования между Россией и Западом. Затем стали поддерживать более прозападного Пашиняна, который говорит, что он за сотрудничество с Россией, но на деле никакого особого сотрудничества мы не видим. А дальше постепенно ему на смену будут готовить кого-то еще более антироссийского. То есть Запад постепенно для себя расширяет окно возможностей, минус отметил эксперт. По мнению Фененко, Армения добивается того, чтобы раздражение России все время росло. Руководство Армении хочет нарушить свои связи с ОДКБ, но сделать это так, чтобы в этом как будто была виновата Россия. Это тот курс, который все время проводит Пашиняна. Отсюда и постоянные мелкие наскоки, провокации, которые должны вызвать Россию на какой-то резкий шаг. При этом, что меня особенно удивляет, у прозападной партии Пашиняна по всей видимости есть надежда, что США и Франция, если что, будут защищать ее от Турции и Азербайджана, что, на мой взгляд, абсолютно глубоко наивно. Я помню, нынешней весной в Армении даже звучали разговоры о том, а не попросить ли нам разместить у себя большую американскую базу против Ирана, которая к тому же будет гарантом суверенитета Армении. Пока это не официальные разговоры, но сам факт появления такой информации уже является показателем. В Армении действительно есть надежды, что на фоне нынешнего кризиса Турции и США американцы немедленно кинутся поддерживать республику и создавать там какую-нибудь базу, но американцы, как показывает опыт, вряд ли будут это делать. Турция и ее сохранение в НАТО для них стратегически важнее, чем поддержка Армении. А Армения и армянское руководство Западу нужно лишь потому, что могут досаждать России. Поэтому со стороны США будут звучать заявления о поддержке Армении, но никаких реальных шагов для этого предприниматься не будет и уж точно ни на какую поддержку в карабахском вопросе, чего хочет Ереван, ни США, ни даже Франция не пойдут.